Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем наш цикл «Петербургский текст русской культуры». Касаясь, как вы видите, не только этого места Петербурга, он выводит нас в разные места, но сегодня для того, чтобы понять какие-то общие закономерности, связанные и с петербургским текстом, и с этими разными местами, и в конце концов с тем, что формирует национальную концептосферу, мы поднимаем вопрос достаточно сложный, который я не думаю, что за одну встречу мы сможем решить, мы сможем его только поднять. Свет. Свет российского пространства. Конечно, это идёт в свет российского пространства. Имеется в виду тот свет, который писался через ядь, от слова «освящённость». И имеется в виду парадитма, которую вывел когда-то, я вам говорила, топоров, в которой земство, земная жизнь человека, повседневная царство, подчинена свету святости. И вот этот свет, в первую очередь, конечно, запечатлён на иконах. Посмотрите, пожалуйста, перед вами это вот в чистом виде блистающий. свет, свет, икона, я думаю, многие узнают, преображение Господня. Но блистающий свет, к блистающему свету не боится подойти, спаситель его ждёт. А ученики падают ниц. В одном из богослужений есть такие слова. Свет неприступный. Точно по такому же композиционному типу через много лет из древней иконы. была написана икона уже, наверное, начало 20 века, явления Божьей Матери, преподобному Сергию Радонежскому, где всё выписано достаточно реалистично, как теперь говорят, живописно. И вот этот свет бьёт, и свет к свету в свете остаётся преподобный Серги с Божьей Матерью. А его ученик тоже падает ниц, потому что выдержать сияние этого света невозможно. Люди, побывавшие, пережившие клиническую смерть, ну, конечно, не совсем все, некоторые есть рассказ о том, как человек летит по коридору какому-то, и оказывается он перед светящим, таким светящим светом, который сжёт глаза, и ничто разглядеть невозможно, и слышит только голос, не готов, и приходит в себя. Вот этот свет неприступный, свет благодати, он рисовался, ну, простите, изображался далеко не всегда, далеко не часто, но тем не менее, так же, как странники стремились вот к этой встрече с святостью от слова «где корень свет», вот тем не менее, поэты, художники, прозаики пытались прикоснуться к этой теме. И интересно то, что она решается очень по-разному с древних времён. Посмотрите, пожалуйста, ещё на один слайд. Вот перед вами образ всем известной троицы, светящейся в голубой лазуре, и, глядя на эту икону, на эту согласованность трёх лиц, человек забывал страх розни мира сего. А это было во времена татаро-монгольского нашествия. И поэтому икона, вот этот свет, он и являет силу, силу побеждающую, потому что победить страх в себе – это первая победа. А потом уже за ней может следовать другая. А теперь я просто хочу вам показать, как неоднозначно изображается победитель Георгий Победоносец на коне. Это кипрская икона. И конь, как видите, не белый. А следующая икона, между прочим, икона современная. Ну, относительно, конечно, современный XX век. И инок Григорий Дроук – это русское зарубежье, создатель вот этой иконы. Здесь почти нет изображения света какого-либо другого, чем белого, и лазурия. И вот эта лазурия – цвет Божьей Матери, а белый – цвет божественной силы, божественной благодати, святости. Очень-очень реальное описание света дал один из первых игумен Даниил в хождении игумена Даниила. Он ходил в Святую Землю, и там он описывал всё. Жанр хождения в Святую Землю был очень распространён на многие века, даже в XIX веке. И вот он описал подробнейшим образом, как свет сходит на икону во время моления. то, что мы сейчас видим часто по телевизору во время Пасхи. Он описал свойства этого света. Он показал, что этот свет всё-таки является цветом. Он червлёный, красный. Но когда к нему приближаешь руку, он как будто и не обжигает совсем. Какой-то совсем другой свет, пишет игумен Даниил, пытаясь показать нефизические свойства этого света. И вот очень часто на иконах уже последних времён изображается, конечно, делается упор на изображение нефизических свойств святого. Успенский в своей книге «Богословие русской иконы» – это представитель первой русской миграции и известный учёный. Он писал о том, что в иконе всё пронзено, плоть в православной иконе пронзена светом, поэтому она как бы светящаяся изнутри и не нуждается, не нуждается, как у католиков, в нимбе над головой. Вот, пожалуйста, икона 20 век школа монахини Иоли Ании российской Николы Зарайский. Он перед вами предстаёт, ведь мы знаем множество образов Николы Зарайского, но он предстаёт здесь, в общем-то, совершенно в белом свете. И монахиня Юлия Ании Соколова она это показала прекрасно. Икона хранилась тогда, когда был закрыт храм, и она осталась, потом её вернули в храм, и она стоит там до сих пор. Ну, надо сказать, что вот, да, на иконе свет выразить, поговорить цветом о свете, это очень даже закономерно. Ну, и в хождениях даже тоже описать тот свет, куда, который ты видишь, это тоже закономерно. Я вам хочу привести сегодня другие примеры. Примеры современной литературы. Ну, у нас под современной литературой имеется в виду литература, начиная с 19 века, а литература 20-21 века называется новейшей. Вот пока примеры из современной литературы. Конечно, моросийские иконописцы, которые изображали светящихся святых, следуют традиции древней святости, они занимались и литературно. И монахиня Юлиания, сейчас вы посмотрите ее уже в зрелом возрасте на экране, она, конечно, вдумчивым своим взглядом, я думаю, читала страницы Пушкина совершенно особым образом. А у Пушкина есть такое цихотворение, которое учат в школе. Учат в школе и не выучивают, и доедают, и оно хрестоматийное, зимний пейзаж. Но перед ним, перед этим стихотворением есть другое, зима. Что делать нам в деревне? И дальше описывается скука тригорских мест, как подают чашку чая слуга, как свеча темно горит. Вот это прекрасный образ Пушкина. Свеча темно горит. Показывает, говорит нам косвенно о том, что свет может быть не только освещающим, а следовательно, не только физическим. И вдруг открываются двери и вместе с морозным воздухом влетают тригорские соседки, оживление и все преображается. Все становится совсем другим. Нету потемок в комнате и нету потемок на улице. Зимний пейзаж как бы эту тему продолжает. Он продолжает то, что начал свои конкретности описания. Игумен Даниил. Игумен Даниил показывал, я вам говорила, червленый свет. Есть такая иллюстрация достаточно, но она, надо сказать, реалистическая. Но все-таки здесь показан вот тот самый червленый свет, переходящий над ним. Посмотрите. в свет. Вот именно по такому принципу, по соединению цвета и света, белого света, пишется зимнее утро. Оно очень, очень конкретно, оно очень понятно, мы видим, к сожалению, сейчас мы таких прекрасных зимних утр не часто видим, но мы видим, знаем, что это такое. И все-таки там появляется прозрачный лес, один чернеет. Вот кругом все залито светом, все, и вот прозрачный лес один чернеет. А речка подо льдом, как вы помните, тут же в этой страфе блестит. Вот эти пейзажи, которые показывают удивительный переход цвета в свет, причем в позиции статики. Здесь нету ни безумных ветров, ни бурь, здесь определенный тишина и покой. Есть признак такого духовного пейзажа, о котором писал в свое время очень известный ученый Николай Николаевич Третьяков. Пушкин это почувствовал. Пушкин действительно наше все и Пушкин конечно вот это все он понял. Кроме того, Пушкин ведь был человеком очень духовно умным и только мне кажется частью этот ум скрывал и делая свои прекрасные пейзажи он говорил нам об очень и очень многом. Но это девятнадцатый век. Пушкин что называется лицезрел в состоянии статики, покоя, которое о котором он мечтал. Это тот покой, где в строчках говорится на свете счастья нет, но есть покой и воля. Интересно, что Господь говорит вселюся в покой мой. В покой это значит дом, храм. Пойдем в покое. Это из примера из словарей древнерусских словарей одиннадцатого четырнадцатого веков. Вот только в состоянии покоя можно увидеть, как вдруг из цвета, из киновария появляется что-то другое, гораздо более сильное. Марина Цветаева тоже обладала необычайной зоркостью взгляда. Она вот как-то в одном из стихотворений написала «Что нужно кусту от меня?» И дальше говорит «А нужно, иначе не шел не в брови и в сердце и в уши, а нужно, иначе не шел мне в саму разверстую душу». И вот точно так же тема деревьев. Это была цветаевская, совершенно закрепленная за ней тема. Через деревья она видит, прозревает какой-то другой мир. Посмотрите, пожалуйста, следующую иллюстрацию. Ну, на мой взгляд, может быть, она и не совсем удачная, потому что здесь не только деревья, но и вот этот белый мир явственно, композиционно превалирует над и деревьями, и скамейкой, и решеткой. И вот это изубительное стихотворение Цветаевой из цикл деревьев, естественно, я не буду читать весь цикл, но именно те кусочки, где она показывает, что цвет попирается святостью, светом, с буквой ять в середине, так, как она писала до конца своей жизни. А я, когда работала над ее дневниками, записными книжками в Аргали, которые хранятся там, я это сама видела, что до конца написала именно так. Ни краской, ни кистью, свет царства его, ибо сет, ложь красные листья, здесь свет попирающий цвет, цвет, попранный светом, свет цвету питою на грудь. Не в этом, не в этом ли правда и сила и суть осеннего лета. О, гетовский апофеоз. И дальше она показывает, как рванулась завеса. И вот за этой осенней седостью, рванувшейся завесой, она видит светящиеся седины пророков древних. Так светят седины. Так древние главы семьи последнего сына, последнейшего из семи, она не могла, с другой стороны, она, конечно, и могла перепутать, что пророк Давид был не последним седьмым сыном, а вот последним седьмым сыном был, между прочим, цесаревич Алексей. в последней двери простёртым свечением рук. Я краски не верю, здесь пурпур последний из слуг. простите внимания, как, в общем-то, свойственна крайность Цветаевой, как она, в общем-то, близкая восприятие цвета игумену Даниилу переходит на крайнюю позицию. Цвет Пурпур последний из слуг уже не светом, каким-то свечением светясь. Не в этом, не в этом и обрывается связь. Так светят пустыни больше сказать, чем могла пески Палестины Элизиума купола. Вот это её вопрос не в этом, не в этом и обрывается связь. Этот её вопрос говорит нам об очень многом. Пожалуй, что о том, не в этом ли правда жизни, в стремлении к этому свету. Прекрасно о свете писала Ахматова. Но он у неё снежный, он у неё передан через снег. Если у Пушкина и у Цветаевой через осенний лес, через природу, то у Цветаевой всё-таки больше городского зимнего пейзажа. посмотрите пожалуйста следующую иллюстрацию Остроумовой Лебедевой, связанную конечно с местами Ахматовой. Она здесь рядом жила. Не узнаешь, что это Петербург весь заваленный белым светом, но это художественный приём, потому что и совершенно белое небо, и совершенно сливаются здания в этом белом снегу. И у неё, у Ахматовой есть такое стихотворение «Путь сия земли». Вот оно похоже композиционно на странника, даже по ритму, по бегу. Она живёт в Красной России, у неё нету совершенно никаких иллюзий, сын её посажен, сама она как заложница в неволе, как потом напишет. И вот она пишет такое «Путь тем сия земли». Это из Владимира Мономаха, когда он отправляется в санях сидя путем сия земли. Это значит садиться в сани, ну быть готовым к смерти, переходить уже на тот свет быть мертвецом. Прямо под ноги пулем расталкивая года по январям и июлям я проберусь туда. Никто не увидит ранку, крик не услышит мой. Меня китежанку позвали домой. Заметили, что опять возникает тема города Китежа, который существует где-то или в сердце или на небе. И гнались за мною сто тысяч берез, стеклянной стеною струился мороз. Стеклянная стена мороза. Какой цвет? Белый? Ломка прозрачный. У давних пожарищ обугленный склад. Вот пропуск, товарищ. Пустите назад. И воин спокойно отводит штык. Как пышно и знойно тот остров возник. И яблочный сад из-за комарина пылает закат. Тропиночка круто сбиралась строжа. Мне надо кому-то здесь руку пожать. Но хриплой шарманке не слушаю стон. Не тут китежанке послышался звон. Она с кем-то пришла прощаться. Явно быть может с Гумилёвым. Я так говорю быть может потому что цвет Ахматова имела творческое обыкновение переадресовывать свои посвящения другим лицам. Вечерней порою сгущается мгла. Пусть Гоффман со мной дойдёт до угла. Он знает как гулок задушенный крик. И чей в переулок забрался двойник. Ведь это не шутки что двадцать пять лет. Мне видится жуткий один силуэт. Так значит направо вот здесь за углом спасибо. Канава и маленький дом. Не знала что месяц во всё посвящён с верёвочных лестниц срывается он. Спокойно обходит покинутый дом где ночь на исходе за круглым столом гляделась в обломок разбитых зеркал. Опять тема света уже зловещая. Разбитые зеркала они во-первых на них гадали во-вторых они считалось что открывают путь в мир иной и в груди потёмок зарезанный. спал Великую зиму я долго ждала как белую схему её приняла и в лёгкие сами спокойно сажусь я к вам китежане до ночи вернусь за древней стоянкой один переход и теперь с китежанкой никто не пойдёт ни брат ни соседка ни первый жених лишь хвойная ветка да солнечный стих оброненный нищим и поднятый мной последним жилище меня упокой посмотрите сколько здесь образов новых зимы дома как смерти хвойная ветка обычно хвойными ветками провожали покойников устилали сани на которых их везли и последнее жилище совершенно понятно какое последнее жилище последнее обитель а потом есть у неё очень простые стихотворения может быть это стихотворение для вас звучит некоторым напряжением скоплением образов а у неё есть очень простые стихотворения в старости написанные ей где она уже ощущает свой конец и относится к нему ну как бы сказать достаточно спокойно а называется приморский сонет написанный в комарове здесь всё меня переживет всё даже вешние скворечни и этот воздух воздух здешний морской свершивший перелёт и голос вечности зовёт с неодолимостью нездешней и над сведущей черешней сиянье лёгкий месяц льёт и кажется совсем нетрудной нетрудной белее в чаще изумрудной дорога не скажу куда там средь стволов ещё светлее и так похоже на аллею у цирскозельского пруда цирскозельский пруд как мы говорили связан и царское село связано для Ахматова с символом вечности и с теми кто когда-то там жил а нынче живёт уже и не там и вот туда ведёт и её дорога разговаривая с Пастернаком после его инфаркта навещая его больницы она потом пишет стихотворение памяти его что он сказал что перед ним льётся путь золотой и крылатый где он вышнюю волей хранит вот это свет как святость как путь в другой мир она действительно проходит вектором красной я бы сказала нитью чтобы ну как-то здесь это слово может быть не совсем удачно но проходит через всю русскую культуру и если внимательно читать и вдумчиво смотреть страницы текста то может произойти это наша поздняя встреча с той культурой которая говорила совсем не только о жизни но учила и умирать уходить это ведь тоже очень важное учение у Ахматовой ну ей вообще присуще надо сказать такое восприятие мира иного мира более потустороннее и у нее есть такое стихотворение слушая пение она всего навсего слушает пение и слушая пение она оказывается совершенно в другом мире женский голос как ветер несется черным кажется влажным ночным и чего на лету не коснется все становится сразу иным заливает алмазным сиянием обратите опять на вот это алмазное сияние или зну где-то что-то на миг серебрит и загадочным одеянием небывалых шелков шелестит и такая могучая сила зачарованный голос влечет будто там впереди не могила а таинственной лестнице взлет вот если мы вспомним чего мы начали с Пушкина и таинственной лестнице взлет мы мы все знаем как умирал Пушкин написано во всех детских хрестоматиях как он просил своего друга все выше выше и выше подняться вот вот эта лестница к свету нездешнему свету она как бы прошла через культуру и древнехристианскую и культуру между византийскую и культуру русскую современную и сейчас уже мало времени но если остановиться на произведении весьма современном улицкой повесть о Сонечке где она Сонечка после смерти своего горячо любимого мужа делает присутствует на похоронах и смотрит выставку которую он сделал а улицкая перед этим говорит что ему открылось благодаря вот этой последней любви ну не знаю благодаря чему но открылось открылось тайно воплощение цвета и тайна его преломления и все что было изображено на его посмертной выставке все это было в белом цвете под разными ракурсами и поражало художников необычайным открытием белого как предмета изображения согласитесь белое может быть предметом художественного описания я имею ввиду словесного описания но предметом художественного изображения его сделать очень трудно сделать центром очень трудно и вот так собственно эти свет который переходит в святость и в лестницу туда он есть константа общенационального сознания и составляет в общем-то суть не только поэзии но и картин и так далее всего доброго до следующей нашей передачи телекурс посвящен основам духовной жизни российского государства семьи человека в одном стихотворении Пушкин говорит кумиры падают в 19 веке был Наполеон а в 20 веке демон он рассказывает о непознанном в русской литературе он считал что жить в мире призраков очень страшно и опасно потому что ты не проживаешь свою реальную жизнь он направлен на современника и раскрывает новые аспекты истории через мир художественного текста люди живущие в Петербурге либо святые либо безумцы сказал Достоевский в этом городе как на театральной сцене разыгрываются целые жизни такой подход позволяет увидеть события 20 века в неожиданном ракурсе соприкасаясь с новым еще неузнанным и невостребованным прошлом мы узнаем себя к ней подошел маленький мальчик увидел очень грустную тетю и сказал но все равно же он убедит она улыбнулась и ответила да я это знаю мальчик